Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт! И как всегда, в необычный... А необычный он тем, что мы сегодня с вами продолжаем выживать на острове, окружённом токсичным океаном. Ух, это уже четвёртая серия. И я решительно пришёл к поводу того, что нам всё-таки нужно его пройти. А для этого нам сейчас с вами придётся всё-таки сделать себе трезубец, ну точнее найти трезубец, найти элитры, а также звезду Незера. Как вы поняли, я здесь надолго ещё. Наверное, одно из самых простых вообще, что мы сейчас с вами можем сделать, это найти утопленников и постараться их добыть. Но сколько я их не убивал, мне ещё ни разу он не выпал, так что это очень-очень плохо. Боюсь, мне придётся потратить огромное количество времени, чтобы выбить трезубец. Стоп, что это было? А-а-а. Насколько я помню, вон там как раз-таки и находится спавнер утопленников, у которых может оказаться трезубец. Но на самом деле мы сейчас с вами не этим займёмся. Прошлая часть закончилась на том, что я нашёл какие-то странные блоки под водой, точнее под песком. И я так и не понял, как мне туда попасть. И сегодня я хотел бы туда проникнуть, посмотреть, что вообще там находится. Потому что в этом мире всё не просто так. Только бы мне вспомнить, где это всё находится. А вот как раз-таки то самое место. Как бы мне здесь пройти, чтобы меня ещё вода-то не ударила. Вот, про эти блоки я вам и говорил. Но тут мы, к сожалению, с вами не можем пройти, потому что здесь есть вода, которая будет нас затапливать. Так что придётся искать какой-нибудь другой путь. Но я так понял, здесь абсолютно всё затоплено. И это, походу, локация, которую хотели бы от нас спрятать. И да, кажется, я прав. Или подождите, просто вода здесь течёт и из-за этого не получается. А если так? А, ну здесь всё равно не даёт. А если мы с вами всё это дело и сушим как-нибудь? Правда мне, походу, придётся потратить все свои блоки. Так, вот, кажется, всё получилось. Да! Да, вышло! Стоп. А где это, Ян? Что это за место вообще? Я вижу там какие-то спавнеры. Здесь также есть... Ой-ёй! Чехол ломать. Просто быстрее ломать. Просто быстрее ломать. Тут ещё наковальня, кстати, есть. Лучше я сломаю здесь все спавнеры. Ну нафиг. Фух. Вроде всё. Так, а это чё за место? Ладно, забьём пока что на этой. И тут есть кости. Стрелы. А также меч. Кронус Сворд. На остроту 5! Заговор огня 2. Прочность 3. И отдачу 2. Так, я это возьму сейчас обязательно. Это мне сейчас пригодится. Здесь что-нибудь ещё есть спрятано? Ещё один спавнер. Я сейчас уровень себе быстренько повыше тогда. И это всё здесь? Больше ничего нету? Блин, я даже наковальню не могу забрать. Давайте тогда вот это вот выкинем. Но здесь реально есть обсидиан. И это было бы очень даже полезно мне. И находимся мы с вами, кстати, сейчас на седьмой высоте. То есть мы с вами, по идее, можем попробовать сейчас найти алмазы. Потому что добыть обсидиан было бы для нас очень-очень хорошо. Или у меня есть алмазы наверху? Проверяемые. Нет, здесь нету. Здесь есть только один. Мгм. Это плохо. Надо бы вообще избавиться от всего лишнего пока что. А что мне не нужно? Гранит, в принципе, это тоже мне не надо. Я, пожалуй, все полезные вещи пока что выложу. Мне это не нужно. Ну вот получается мне нужно сейчас отправляться в шахту и искать алмазы. Эх, ладно. Тихо, тихо, тихо. Понял. Не лезу. Понял, понял, понял. Не туда я прокопался, кажись. Блин, а у меня броня практически сломалась уже. Это не очень хорошо. Да ё-моё, вы издеваетесь? А есть где-нибудь безопасное место? Стоп. Алмаз. Ещё алмаз. Два алмаза. Два. Три алмаза! Четыре! Это что, у меня получается сейчас есть кирка? Я вас понял, я пошёл. Тогда мы сейчас с вами быстренько делаем кирку из палок, походу, зачем я это сделал. Делаем алмазную кирку и просто отправляемся к тому месту, где мы сейчас с вами находились. Мне нужно будет сейчас добыть этот обсидиан. Правда, мне надо здесь, наверное, сделать потоп какой-нибудь, чтобы здесь всё исчезло. Ааа, или не получится. Ладно, этот обсидиан мы, по идее, с вами можем добыть, да? Да! О, стоп. Там чешуница появилась. Хорошо. Ладно, добываем. О, мы даже с вами какое-то достижение получили. Ух, успели. Я, правда, не помню, а сколько мне всего надо добыть обсидиана? Надеюсь, не очень много, потому что здесь его как-то маловато. Блин, на самом деле, сделать бы ведро, здесь всё затопить, чтобы было более-менее безопасно. И тогда можно было бы добыть побольше. Давайте всё-таки с вами ещё раз выберемся наружу и посмотрим, сколько там всё-таки нужно обсидиана. Давайте, получается, считать. Здесь у нас всего 4 обсидиана, значит, нам потребуется всего 6. Пока что это поставлю, получается, здесь мы можем убрать, сюда поставить. Один остаётся и ещё два, то есть три штучки осталось. Хорошо, тогда сейчас с вами сделаем ведро и спустимся ещё раз в то место. Так будет намного-намного проще. Главное, водичку не забыть набрать. Набрал. Чего? Вода! Меня не трогай. Спасибо. О, она даже здесь немножко затопила. Хорошо. Больно. Раз, два, три. Осталось только этот добыть. Ух, всё, портал готов. Где только огнево мне сделать? У меня же вроде как был гравий, если я не ошибаюсь, или даже кремень. Да, кремень у меня есть. Это очень хорошо, значит, сейчас тогда делаем все огнево. Зачем я использую щит? Ну и всё, можем отправляться. Да, портал зажжён. Но в ад отправляться очень опасно. По крайней мере, на данный момент. Нам бы с вами ещё немножко осмотреться, потому что я не знал, что вот там под землёй находится вот такой вот кронус ворд. А вы видите по показателям то, что он очень мощный. Так что, может быть, здесь есть ещё какие-нибудь места, где можно найти хоть что-нибудь полезное. По идее, мне кажется, вон там можно найти, это 100%. И там я вижу ещё, кстати, один разбившийся корабль, которому мы прямо сейчас давайте и отправимся. Только мне сейчас потребуется булыжник. И много булыжника. Плавать мне не особо хочется, поэтому просто прострою себе мостик. Правда, это тоже займёт очень много времени. Я, пожалуй, сначала спущусь в этот храм. Мне кажется, он намного важнее, чем тот корабль. Я даже специально уже взял себе двери, так что можем спокойно с вами спускаться. Правда, здесь стражи должны где-то находиться, но я их пока что вообще не вижу. Ну ладно, погнали. Пожалуйста, пусть там будет что-нибудь полезное, пожалуйста, пусть там будет что-нибудь полезное. Так, сундук, сундук вижу. И никто не спавнится. Как-то даже странно. Ух, всё, набираемся воздуха. И тут у нас есть алмазы, есть книги. Where's more? Есть ещё. Ага, понял. Значит, это такая вот подсказка нам. Значит, здесь где-то ещё что-то должно находиться. Это нам что, надо как-то прокопаться дальше. Да, там есть проход какой-то. Надо сразу сломать, чтобы было проще проплыть. Погнали. Ещё один спавнер, но... Стоп, меня не пускает. А, вот пускает. Фух. Набираемся воздуха. Пока что держится наша кожаная куртка. Надо было топор всё-таки взять. Погнали дальше. Где-то можно здесь проплыть? Да, можно. Ещё один сундук. Отлично. И здесь у нас есть лазурит, фейерверк, также кости. 15, кстати, фейерверков, это очень хорошо. 6 роговых кораллов. И есть ещё. Ага, я понял. Там тоже есть проход. Чё-то я уж слишком долго плаваю. Здесь вообще ничего нету. А подождите, а может там? И здесь ничего. Ладно, поплыли дальше к нашей двери. Фух. Это очень странно то, что спавнеры вообще никак не активируются. Почему они не появляются? О, там гром начал уже бить. А здесь у нас что? Здесь ещё алмаз, кости, огненный коралл, роговой коралл. Здесь больше ничего нет. Локис честплейт. Подводное дыхание 3, когда в ведущей руке плюс 40 максимального здоровья. Ох, ё-моё. Вы просто посмотрите на показатели этого честплейта. Подождите, мне интересно. Просто, блин, интересно. Если мы с вами вот так сделаем, у нас... Просто посмотрите, сколько у нас здоровья. Просто посмотрите. А почему оно всё восстанавливается? Ладно, как-то странно. Надо выбираться наружу. Я надеюсь, я вот так смогу прокопаться. А, ну да, смогу. Тогда вообще без проблем. Быстрее только. О, нет, появились стражи. Появились стражи. А где, а где, а где, где, где? Как я могу зайти? Я могу зайти. Пожалуйста, пожалуйста. Я не там выплыл. Где блоки? Быстрее. Ух, нормально. Живём, живём. Стражи на меня пока никак не реагируют. Это хорошо. Быстрее к дорожке нашей. Ну что могу сказать? Вылазка довольно-таки успешная, потому что у нас с вами появился нагрудник. Причём с очень жёсткими показателями. У меня добавилось целых два ряда здоровья. Это очень-очень хорошо. Но я так и не разобрался с утопленниками, что очень плохо. Мне нужно получить хотя бы один трезубец. Но их здесь вообще нету. Ладно, есть небольшая идейка, которую хочу попробовать. Давайте тогда сейчас отправимся к этим спавнерам и попробуем забайтить утопленников, чтобы они появились. А, один уже появился. Роба, как у тебя дела? Пошёл вон отсюда. Где мой лук? О, они отлетают очень быстро. Но больше я никого пока что не вижу. А где все? А я не понял. Фух, спускаемся. Я, кстати, не заметил, а как у меня подводное дыхание работает? А оно работает просто отлично. Я бы даже сказал отменно. Такс, ребят, ну что, как у вас тут дела? Вы хотите появиться или нет? А где все мои двери? Я все двери что ли забыл? Ух, есть один, есть один. Сплываем, а то у меня очень мало ХП. Ух, здорово. Только два пока что появилось. А где все остальные? Блин, а может взять наш нагрудник тогда на регенерацию пока что? Ну-ка, спускаемся. Ух, это вроде место, где можно нормально пока что постоять. И ничего не будет с нами происходить. Но пока я ни одного не встретил с трезубцем. Ух, тихо. Он меня сбил, он меня сбил. Так, слышал, слышал трезубец. А ты можешь подойти сюда как мужик? Давай. Так, ладно, давайте тогда всплываем. Сейчас с ними здесь разберемся. Быстрей, только быстрей, пожалуйста. Ух, тихо, ты что делаешь? Быстрей. Да, да ты что делаешь? Ух, я его убил. Выпало? Нет, не выпало. Да где все ваши трезубцы? Вы издеваетесь. Ладно, хоть так могу с ними разбираться. Куртка практически сломалась, кстати. О, живем. Появляться будете? Ух, ты что? Иди вон отсюда. Подождите, а с чем он? Он был с удочкой что ли? Так, вижу, вижу. Всплываем. Блин, как тяжело все-таки с ними бороться. Выпал? Не выпал. Нагрудник все еще цел. Значит, моя миссия не завершена. Мелкий, прикиньте, в меня стрелял. Курица? Эээ. Ладно. Там ракушка появилась. Она вообще нужна для чего-либо? Вот почему мы не можем просто взять и подобрать... Здесь был только что трезубец, но его уже нету. Слушайте, жители, вы знаете, куда можете засунуть себе этот трезубец? Я провел под водой почти целый час. Почти целый час, чтобы вы понимали. И самое интересное, что этот житель вообще не хотел принимать трезубец, который я ему принес. А принес я ему слегка покоцанный. В итоге мне пришлось еще один добывать. Я теперь просто ненавижу воду. Ладно, я спокоен. У меня всего лишь практически вся броня сломалась. Отлично. Ну что, держи свой трезубец. Коралл мозговик. Хорошо. У нас есть достижение не отходя от кассы и первый ингредиент для создания супероружия. Оно сможет помочь нам спасти весь этот мир, который заполонил этот токсичный океан. О, рыбка. Но это еще не все. Где мой коралл мозговик? Я его отложу сюда пока что. Нам еще с вами нужно каким-то образом достать элитры. А для этого нам придется с вами отправиться в Энн-Сити. Найти там корабль. И надеяться на то, что нам все-таки попадутся элитры. И за это мы с вами получим подсолнух. Серьезно? А еще нам нужна будет звезда Незера. Со звездой Незера еще более-менее понятно, как все можно сделать. Но это мы, наверное, сделаем с вами в последнюю очередь. Потому что с визером как-то мне не очень охота драться. Он слишком мощный. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, мякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Если вы хотите, чтобы поскорее вышла следующая серия, обязательно ставьте лайк. И давайте наберем на этой серии... Не знаю. Да удивите меня. В прошлый раз вы меня очень хорошо удивили. И набрали более 8000 лайков. Так что давайте повторим этот успех. Ну а с вами был Акаки. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем покедова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.